всем привет декабрь месяц скоро новый год и все думают что же приготовить на новогодний стол я хочу вам показать сегодня рецепт такого простого вкусного салата чему он мне нравится он подается в тарталетках и знаете что удобно что когда вы в этот день 31 числа начинаете резать салаты там варить холодец и все такое то этот салат можно разложить по тарталеткам и люди которые приходят 31 числа к вам в гости просто индивидуально собрал этот салат и все замечательно что для этого салата нам понадобится это куриная грудка 150 грамм домашние это салат по-корейски для этого салата лучше использовать морковку которая знаете средней остроты то есть и не пресная и не острая чтобы этот салат могли есть дети тоже 150 грамм грибы шампиньоны 150 грамм майонез можно домашний можно покупной конечно и и конечно как тарелка я буду использовать тарталетки тарталетки хочу вам показать именно вот такие я их очень люблю тарталетки для салатов здесь 32 штучки покупаю вот найти в таких магазинах метро в ленте вот они там продаются они мне очень нравится тарталетки бывают разные есть как и песочное тесто и просто тесто как сдобно а это именно знаете такое как тонкое хрустящее тесто они очень вкусные у меня ребенок просто любит их погрызть как печенька то есть они очень и очень вкусно мне нравится и как раз для этого салата это идеально и этот салат они из интернета и его лет шесть назад вычитала в журнале и вот в принципе с тех пор я его готовлю очень быстро очень вкусно и очень красиво подается и так грудку отвариваем в подсоленной воде а шампиньоны режем на средний кубик и обжариваем в маленьком количестве масла сковородка у меня разогрелась добавляю чуть-чуть масла выкладываю грибы и грибы нужно обжарить до полного выпаривания воды вот до такой небольшой золотинки должны обжариться грибы все мы их отставляем до полного остывания и пока отваривается куриная грудка займемся морковка по-корейски все вы знаете что она длинная и она неудобна в этом салате поэтому просто берем и разрезаем ее хаотично на несколько частей просто чтобы уменьшить ее длину и затем выкладываем в чашу где будем смешивать салат грудка готова она остыла и теперь нарезаем на небольшие кубики добавляем курицу в морковь сюда же отправляем грибы перемешиваем и добавляем майонез все салаты в которых присутствует майонез я никогда не солю но если вы любите солить то солите если любите какие-то определенные салатные специи конечно же добавляйте я кроме майонеза ничего сюда не в этот салат не добавляю это отличная фуршетная закуска и вот как раз вот эти тарталетки которых я вам говорила они очень хорошо держат форму то есть они не промокают знаете не наполняются вот этой влагой остаются очень долго хрустящими насчет украшений украшать можно как вам хочется на что у вас хватает фантазии я люблю подавать вот в таком на таком прозрачном блюде очень красиво смотрится можно это блюдо выложить и листьями салата, но украшений я в салатах много не люблю, как правило они не съедаются, всегда убираются в сторону и в конце концов выбрасываются, поэтому я люблю украшать тем, что знаете, точно гости съедят поэтому украшений у меня, собственно говоря, знаете, минимум, это всегда резаная зелень или листочки, вот сейчас как раз я листочками украшу, просто возьму листики петрушки между прочим эта петрушка моя, с огорода она заморожена я ее замораживаю вот такими листиками не режу, смотрите она как будто свежая, такая же зелененькая и такая же пахучая просто сверху вот так украшу и все, этого будет достаточно и красиво, и вкусно здесь я еще положила веточку лаванды это тоже моя лаванда с огорода тоже красиво смотрится в общем, вы украсите вот так это блюдо заставите полностью тарталетками это будет очень красиво смотреться на столе еще я пробовала в этот салат добавлять чеснок тоже получается очень вкусно но единственное что тогда дети его не очень едят с чесноком так что будет вариант тоже попробуйте вот такой очень вкусный и красивый фуршетный салат получается если вам было интересно заходите ко мне на канал я еще буду снимать видео о рецептах на праздничный стол подписывайтесь всем пока